Раз, два, три, пять, 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 пять. Пока каникулы, усиленные занятия в зале два раза в день. Тренировки почти на износ. Впереди чемпионат России. Работать надо только на самый высокий результат. На главный старт страны сочинские спортсмены отобрались благодаря медалям чемпионата Южного федерального округа по кикбоксингу. В Новороссийске сочинские спортсмены взяли весь комплект наград. Золото, серебро и бронзу. И это при том, что российский центр «Панкратион», где занимаются теперь уже чемпионы, открылся в Сочи всего полгода назад. Соревнования жесткие, очень интересные. Видно, что все, кто приехал, спортсмены, очень большой уровень. Что тренера работают, и нам было приятно, что нас пригласили, у нас была возможность поучаствовать. За полгода ребятишки добились таких результатов. На данный момент у нас уже есть ребята победителем первенства Красноярского края по боевому самбо в середине евро. Победители вот этих соревнований по фулл-контакту, кикбоксингу. Тимур Макиенко стал победителем чемпионата ЮФО в категории тяжеловесов. Говорит, золото было взять нелегко. На чемпионат округа приехали только лучшие спортсмены юга страны. Более двухсот борцов. Соперники были достаточно тяжелые, но я к этому готовился достаточно долго. Все бои сложились особенно хорошо, то есть выиграл единогласным решением, полностью доминировал по бою. Еще одна гордость клуба – Иван Хазарджан. В копилке его личных достижений, помимо прочих медалей, теперь есть и бронза чемпионата ЮФО. Последний бой очень запомнился. Против меня вышел двухрадный чемпионат края. Вот с ними сильно подрался. На технику меня выбрал. На силу я вышел, но на технику меня выбил. Вообще в центре Панкартион занимаются и взрослые спортсмены в группе более 20 человек, и начинающие их 12. Здесь помимо кикбоксинга преподают дзюдо, боевое самбо, тэквондо. Планы на ближайшее время обустроить зал для тренировок. Перед предстоящим чемпионатом России они проходят в усиленном режиме. Главный старт страны пройдет в апреле в Липецке. А в июле сочинских спортсменов пригласили на мастерский турнир в категории М1. Соревнование примет Краснодар. Из того и с другого турнира спортсмены теперь уже по традиции планируют вернуться не с пустыми руками.